Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Доброе утро. Чистые факты. Хочу сообщить вам. 10 марта этого года в городе Варна я заправил полный бак своей машины BMW X5 до самого верха и поехал. Я приехал в город Одессу. У меня на спидометре показывало расстояние пройденное мной от 0 от Варны до Одессы 670 километров ровно. Там мне рассказали о продукте который называется биокатализатор. Биокатализатор компании FFI. И показали его действия на историях других людей. Я никогда в жизни ничего не добавлял в свою машину. Ни в топливо, ни в масло. Я всегда в любую машину, которых у меня было много. Я уже более 30 лет за рулем. Поэтому я всегда опасался это делать. И я решил, увидев просто невероятные результаты по экономии, по улучшению качества работы мотора и так далее, что мне рассказывали, я решил попробовать. Потому что я подумал, что в последнее время мне стала приходить в голову такая мысль, что мы-то не добавляем в топливо ничего. А те, кто нам продают это топливо, добавляют туда вплоть до ослиной мочи. Извиняюсь за выражение. Поэтому рисковать, если и стоит, то во всяком случае попробовать можно. И я взял вот этот вот продукт, вот этот продукт, показываю вам, который я тут же купил у ребят. Вот эту вот бутылочку, вот она, вот это, называется MPG Boost. Здесь 236 миллилитров. И по рекомендации своих людей, которые мне об этом рассказали, впрыснул в свой бак 20 миллилитров. И поехал. У меня на спидометре было пройдено 670 километров. Указатель топлива на датчике количество топлива показывал ровно на отметке 20. Вот сейчас я вам покажу. 20. Вот ровно 20. Вот здесь вот. Вот так вот. Четверть. Четверть. А вот здесь на спидометре было, как и сейчас, 670. 670 километров. Вот как сейчас, видите? 670. И указатель топлива показывал на отметке 20. Вот здесь. Вот, вот тут вот 20. Вот, вот на это точно 20. 20. Вот тут. Вот тут. И я поехал. Впрыснул 20 миллилитров. и поехал дальше. Мне было интересно, сколько же я пройду и сколько останется топлива дополнительно, если есть экономия, на если буду ехать дальше и проеду еще 670 километров. Когда я проехал 670 километров, то оказалось, что оказалось, что у меня осталось топливо где-то в середине, и я проехал еще в середине между 20 и 40, я сейчас покажу, и я проехал еще порядка 100 километров. И так я прикинул, что я, несмотря на то, что меня уверяли, что с первой заправки никакой экономии быть не может, просто машина лучше поедет, и потому, что будет образовываться какая-то каталитическая пленка, а экономия будет проявляться после второй, третьей поездки, заправки и так далее. Я обнаружил, что я проехал лишних 100 километров. Это меня сильно потрясло, потому что экономия составила существенную сумму. Если учесть, что я заправлялся самым дорогим дизельным топливом, какое есть в Европе, на Варне, я заправлялся в Болгарии. Евро 40, один литр стоит. Евро 40. Один евро, 40 центов. Это почти, почти два доллара на наши деньги здесь. А в Одессе я заправился обычным рядовым топливом. Этот биокатализатор, ему все равно, какое топливо. Он обеспечивает, просто делает свою работу таким образом. он просто обеспечивает сгорание в камере всего, что там есть. Отсюда повышение мощности, отсюда экономия, отсюда устранение всяких отложений, нагара и так далее, и так далее. Чистая топливная система, выхлопные, эти все трубы сухие. И отсюда отсутствие загрязнения окружающей среды. Итак, я проехал лишних 100 километров. Вчера в городе Киеве я рекомендует мне компания, уже с большим доверием относясь к продукту, добавил в топливный бак специальный флакон, я покажу потом, флакон, который называется Max Pro. Это система очищения топливной системы. Продукт для очищения топливной системы. Абсолютно безопасный, натуральный продукт. Ты добавляешь его в топливо, и он устраняет все отложения, которые есть на всех элементах топливной системы. Жиклеры, там всякие отверстия, форсунки и так далее, все прочищает. Благодаря этому продукту, как пишет компания, повышается, еще больше повышается экономия, еще больше повышается мощность. И вот я вчера поехал. Я поехал, и сейчас я дождался, когда я проеду 670 километров, и я вижу, что я проехав, во-первых, у меня машина, она и так ехала хорошо. Я иногда, когда раньше заправлял плохое топливо, я чувствовал, что машина тупеет несколько. Но машина хорошо ходит BMW X5, даже на плохом солярий. А тут у меня просто летела машина. Вот вы понимаете, вот есть такое ощущение, ты даже не давишь на акселератор, она сама едет. Состояние классное. Ощущение просто, просто супер. И я просто вижу, что если я вчера, когда залил, у меня расход топлива, компьютер показывал 11,2, потом стало 11, потом 10,8, потом 10,7, 10,6. Я переночевал в гостинице, на дороге, и вот сегодня, видимо, топливо постояло, все до конца растворилось там, и продукт, МПГ, и очиститель, и машина еще лучше едет. И вот я проехал 670 километров. Теперь давайте посмотрим, что же мы тут имеем. Что же мы тут имеем. А мы имеем, вот расстояние, 670 километров, я проехал. И вот указатель наличия топлива показывает, что стрелка почти вертикальна на цифре 40. Хотя она была, хотя она была вот здесь на 20. Вот это вот, это у меня экономия между 20 и 40, это я сэкономил. Теперь я проеду, вот это вот, выйду, значит, из расхода вот это количество топлива, и мы посмотрим, сколько здесь добавится километров. Но вы видите, расход топлива 10,4 стал. 10,4. Ориентироваться в полной мере на показания компьютера, конечно, не очень правильно, но в принципе не 11,2, а 10,4. Допустим, 20% экономии, допустим. Если это так, то это означает, что 20% экономии топлива здесь, и плюс еще примерно столько же экономии, 10 примерно процентов экономии на том, что мне теперь все равно какое дизельное топливо заливать. Я всегда раньше брал самое дорогое, а теперь можно брать и на гривну, и на 2, ну, на доллар как минимум дешевле, то получается 30% экономии топлива. А 30% это очень много денег. Если бак стоит 120 долларов, 30% это, извините за выражение, существенные деньги, 36 долларов, почти 40 долларов с бака. А если это водитель большегрозного автомобиля, который расходует тонну соляра, допустим, из тонны экономит 30%, 300 литров, 300 литров соляра это, ну, считайте, 300 евро. 300 евро. А если за месяц человек расходует, работая на хозяина, расходует, скажем, 10 тонн, то он зарабатывает, выходит, кладет себе в карман, экономя и, значит, очищая топливную систему, испытывая удовольствие от вождения. Недаром некоторые водители говорят, я же знаю каждый бугорок на этой дороге, а у меня сейчас с этим продуктом ощущение такое, что в этой горке я полз на первой передаче, а сейчас у меня такое ощущение, что у меня половина груза где-то потерялась. Она прет. И при этом он экономит, ну, допустим, я не знаю, какие цифры расходуют в месяц большегрузные автомобили, в зависимости, конечно, от расхода и количества поездок, ну, допустим, 10 тонн, 100 тонны 300 евро, 3000 евро, так это же бизнес. Скольким людям, скольким людям можно, рассказав об этом, помочь им вырваться из долгов? А я еще не говорю о других преимуществах этого продукта, о которых будет ниже сказано. Итак, давайте еще раз взглянем, чтобы потом зафиксировать. Итак, вот смотрите, 670 километров, расход 10,4, и вот где стрелка. Когда она будет вот там на 20, мы посмотрим, сколько же будет вот здесь. Это значит, 670 сверх все километры, это моя экономия. С чем я вас и поздравляю. Если вы воспользуетесь этим шансом, то у вас тоже будет не только экономия, а еще и деньги в кошельке. Удачи вам! Спасибо!